Давай еще раз медленно этот пассаж. Ну-ка еще раз, если так, поменять руки, да, да. Нет, я имею ввиду расположение рук, чтобы она не мешала тебе. Да-да-да, и теперь быстрее. То же самое. Хорошо. Здесь времени очень мало, поэтому придется репетировать вот этот кусочек, да, все три такта вместе, как одно, с тем, что ты успел соображать, успел поставить руки. Давай поиграем. Дальше. Дальше. Оттуда. Раз, два, три, три. Да? Медленно еще раз. Пустой так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Три. Три. На вторую долю у нас, на вторую долю начинается пассаж. Та-ка-та-та-та-та-та-та. Да, да. То есть, получается, на каждую восьмую у нас по триоли, да, сначала? Да. Что у нас получилось? Тоническая трезвучка. Да. Соль минорная. Поэтому мы говорим о пользе игрогам арпежа, да? Которое просто достаешь сразу уже быстренько и все. И ты запомни уже. Давай соединим. Давай так-то вот эти. Раз, два, три. Нет, нет. Рано. Еще раз. Рано. Пустой так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три. Два, три. Тантор, да? Нет. Нет. Начинаем с левой руки и потом по порядку. Правая, левая, правая. Да. Понстрее, пожалуйста. Пам-тарадам. Да. Совершенно верно. Плохо еще, что не стоят нюансы, поэтому непонятно, как выезжают. Как это отрабатывает, да? Я советую играть все на пиано. То есть, если мы нюансы не знаем, лучше играть на пиано, потому что это сложнее. Если вдруг там окажется другой нюанс, более громкий, да? Это будет проще. Добавить громкости, чем ее убрать. Поэтому лучше отрабатывать, да? Попробуем собирать сейчас все. Один пустой так до этого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, четыре. Да, да, да. Сором, эмоль, эмоль. Хорошо. Идем дальше. Что у нас дальше происходит? Эмоль, эмоль. Эмоль, эмоль. Эмоль, 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 эмоль. Да. Поехали. Еще, посмотри. У нас здесь темп 70 был, да, в третьей цифре. Он пил носа. Тоже непонятно, насколько быстрее будет. Будет чуть поживее. Но. Я думаю, что на первых репетициях там будет успокоиться. И все успеет отрепентироваться. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Угу. 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 Все-таки поярче. Извлекай звуки, да, чтоб палка не прилипала. Даже если пиано. Да. Да. А теперь то же самое, только на пиано. Ну, такая же подача. Ты не до конца открыл, поэтому соль изучит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. С левой руки давай попробуем начать. Раз, два, три, пять. В смысле, разными руками. Сейчас, двое пока не будем делать. Все разными руками, подряд руками. Да, с двойкой будет удобней, все, я уже понял. Давай теперь подумаем, не то, что подумаем, а вычислим, какие двойки у нас будут. Алло, занятие у меня. Занятие у меня. Ну, да, все, 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 давай, заняты. Да нет, 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 все, все. То есть надо, чтобы у нас предпоследняя двойка была на левую руку. Левая, правая, левая, правая. Все правильно, все, начиная с правой руки тогда. И двойка мне пошли в двойнук. О, я сказал, левая? Правая. Та-та-та-та. Это начинаю. Правая, правая, левая, правая, левая, правая, правая, с левой, все. Фиксируем, да, с левой, с левой, вот эту, вот эту дунук. Давай, Мелина. Да? Так, единственное, смотри, получается у нас, давайте акценты расставим, смысловые, да? Шесть восьмых, пропущенная первая нота, значит, то есть сильной доли у нас нет. Мы идем ко второй доле такта. То есть получается, что двойки ты будешь играть на вторую ноту все. Понятно, да? То есть более ноты будут у тебя на вторую ноту. Давай медленно сыграем. Да, да, пришли с первой ноты. Понятно, да? Все, чтобы у нас, ну, как бы вот эта ля, она была сильной. Давай попробуем побыстрее сыграть. Несколько раз. Еще раз. Ну, во-первых, задача облегчается, скажем так, тем, что у нас форта нюанс, еще и крещендо. Не нужно сделать, нужно выровнять. Скорость извлечения кренда, да? У луков одинаково, что ты одинаковыми ударами играешь, что двойными, чтобы не было разницы никакой. Вот мы зрители слушаем это, у нас это одна фраза. Ему не интересно, какими руками ты это играешь. Давай, давай, что, медленно поработаем. Да, 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 да. Ну-ка, давай, ну, ну, ты здесь в темпе не свял, там, может быть, там будет просто такое хорошее, что не успеешь. Фраза разорваться здесь. Там нет, не будет педальки, не будет. Поэтому можешь, можно даже, вот, не паясь, просто открыть и все. Пускай будет открыто. Давай, еще раз, крещено, чтобы получилось. Хорошо. Давай соединим предыдущий такт. Раз, два, три, четыре, пять, четыре, шесть. Да? Раз, два, три, раз. Правильно, правильно, правильно. Еще раз, давай, еще раз. И. Раз. Совершенно верно. Совершенно верно. Ну, поработаешь, темп мы не знаем, еще настоящий, да? Дальше. 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 Когда потеряет, inois. Всемир empty. Нулет. К лухарь Нулкатан. Почему? У тебя две октавы одинаковые, правильно? Угу, давай еще раз. Что я говорю-то, там же ля, весь мир, все правильно, да, то есть хватает диапазона. Давай еще раз. Немножечко. Все, темпа прямо, здесь опять поспокойнее, первый темп 70. Поехали. Так, у меня есть подозрение, что здесь опять три четверти, или, возможно, где-то здесь переходит на три четверти, потому что структура у нас толчка. Скорее всего, это три четверти просто, ну или технический метод. Ставим три четверти, думаю, на три уже. Поехали. У нас пошла реприза, у нас пошла реприза. Дальше. Давай отсюда. Дальше. Подожди, двойка там была, давай ее опять поставим здесь. Правая, правая. Правая, правая, левая. Ха-ха. Два. Три. Раз, два, три. Давай. Дай фа. Дай фа. Дай фа. смотри может быть сыграть так левая правая там 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 спокойно это красиво перекрещиваться руки спокойно как это у нас уже было дальше какой-то новый материал мильно пока пройдем медленно пройдем раз два три тарата татататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататат не меняй руки здесь все справа все справа давай все собираем смотри не должна соль звучать громче чем фа на старая доля все-таки мы выделяем да мы идем ник соль мы идем все-таки фан то-то-то карата то-то-то правая 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 3 на 5 до минор у нас или мебель мальмажор скорее всего шесть восьмых помнишь тот пассаж с левой руки мы начали идем хорошо пропускаем 3 так дальше то же самое уже было да это реприза вот она эта фраза реприза все давай на коду собираем 23 давай тоже поставим здесь 3 4 а композитору 3d претензии 1 2 3 ну я думаю что это будет гораздо спокойнее все вот прямо последней фразы типа такого там до минор да или тут она будет распространяться но это же окончание уже все спокойно разобрали все понятно здесь где-то нам всегда у нас соль минор и до минор как выяснили у нас есть колокольчик другие партии да немножко поярче да более вот это громко уже то есть здесь также как на ксилофоне на вот верхний регистр с ним тогда отдельно работаешь ну так что одинаково звучало то же самое да здесь очень важно плевать именно в центр был хороший супер все все то же самое ну одинаково ну давай заиграем коду давай еще раз музыку знаешь играли называется вальс номер два или военный вальс из кино тема последней шоу здравствуйте пришли поучаствовать с нами ну да у нас нету блин шокурина ну точно нехорошо аренде нет ладно стюзи и птицы об этом узнают жакушки нет шокурина я приготовил трюму сегодня еще ну кроме того что партии по разбирать шокурина нету тело не заступить летом был тушен у нас как раз двоих нету они просто понравилось вот и буквально решили потом бетонсина 20 так это у нас вальс давай еще но ты или нет этом нет да посмотрим что еще пройдем уже партия потом поиграем интересная штучка такие такие принес интересные штучки ну вообще на всякий случай любому музыканту да особенно ну смысле это касается наоборот группу ударных или группу духовых ты должен в любой момент заменить любого исполнителя своего рука ну часто бывает так ну не дай бог раз приболел причем в моей практике даже в нашей проекте симфонической оркестер только последние два года у нас было где-то три случая когда люди заболевали между генеральной репетиции и концертом ну дождь мы увезли с аппендицитом это суббота большой зал утром она отреплировалась на упух приехала скорую забрала концерт зал проданы это я к чему а нам просто так не собираешь как бы так выйти то есть это надо заниматься 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 но у нас в этих примеров тихо игры на барабане сколько угодно вот в принципе я вообще советую тебе там процессе обучение у себя просто вот подходишь ну там разогрелся на барабане на на резиночке и пыли болеро минут 57 хотя бы да не факт вот мы столько сейчас сыграли сыграли симфонию что короче тут принципе таких партий которые исполняются часто это просто и прождение тут вот метель это болеро и это 7 сифония то есть это все три произведения они объединяются только тем что у них там везде 25 начала это самое сложное потому что ритм несложный там просто до туда и 16 ты просто играешь военный марш ту же простая тема который запоминается в течение 20 секунд но дело не этом то есть нужно подойти а я например играл эту паралку несколько лет когда на маломарабане играл сюда так у нас солист стоял про я между первыми вторыми скрипками там вот в двух метрах он дирижера что еще добавляет так сказать нервозность должен психологическое быть пускай только уверен себе что-то редко же барабанщики уходят но как скрипачи или там солисты туда к пульту и когда ты стоишь в стоит зрители рядом дирижер все рядом все рядом и ты должен начать это все играть и громко громко давай тише тиши 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 поэтому эти вещи отрабатывать просто реально видами вот гадами гадами то так что-то смог быстренько выйти сыграть ну давай пока легкую партию рассмотрим метели молодец конечно не отключение что знаешь вот это ребёнок сразу раз первый класс подошел на телефон взял руку палочку ну сейчас две руки ты играй двумя руками достаточно это громко это соло ну не соло это соли ну молодец здесь не стоило руками менять на левую как всегда перед угадывая если ты переходишь потом в следующем такте на сильную долю на ноту которая выше у тебя зачем тебе менять руку там закон не количество за такта будем считать что это за тогда фразой за такта играется с правой руки с тем что прийти если у тебя нечетная одна или три минуты то есть уже сам заранее вычисляешь начинаешь с левой это воспитывается тоже достаточно быстро еще ошибок не делаешь это связано как что здесь что с малым барабаном да когда я тут играешь ты видишь у тебя три ноты за таким или одна это левая рука поехали еще раз это быстрее гораздо играется не 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 скорее всего эта мецефорта которая в конце написана судя по правилам это тихая нота еще есть такой прикольчик может быть такое небольшое невидимое расширение самом конце вот как раз я последний пол так это рада там играет через то еще то есть как как правило это очень долго потому что с тем чтобы запасть всем остальным то есть мелодии и бей и колокольчик должен попасть ну по крайней мере у нас симфатическом оркестре это спирас тоже не получается потому что есть невидимое расширение будет к нему готов да это я сейчас про дирижеру один полно так до этого в темпе и попробую угадать сыграть по руке просто дирижером вот эту последнюю пасу вот у нас был темп постоянно раз-два-три-четыре раз-два раз-два-три-четыре раз-два возможно а может быть в темпе давай в темпе сейчас раз-два-три-четыре громко это очень громко но сыграть потише то есть будет а там одна нота мы не будем репетировать хорошая одна нота давай другие партии посмотрим ты будешь один звездой крана да 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 литавры я думаю что во всей этой программе будет играть как бы в кого-то уже играет если у тебя литавры где вальсе нет ну вальзе вальзе нет стройки или там они там не перестрают скуку напомню а в сибирске постарали я думал в суверидове репетиция сегодня на вас сегодня репетиция а уже обозначили на собрании что у тебя репетировать нет да сейчас я уточню у нас просто здесь ну сейчас вот литавры нету мы с тобой что можем сделать мы с тобой возьмем карандаш и на нашим ну конечно за то есть здесь литавры просто не чувствует не ну странно кстати написали репертуру сегодняшнюю репетицию занятым конечно сейчас хорошо давай поедет позанимаемся на малом барабане начнем стоянного муж так у нас так малый барабан новый барабан прямо очень жаль что сказка тем более она проданная хитрышку знаешь да если стойка низкая ставим вот сюда вот эти вот эти раз минимум два сантиметра еще лишней высоты мы делаем вот таким образом и поднимаем такие три с половиной почти четыре сантиметра у нас дополненного роста есть мне нравится не ну как настраивать барабан ты знаешь да одинаковое ощущение низкого там что-то так нам нужно не совсем правильно смотри вот эти расстояния нужно быть идеально одинаковым если ты хочешь проверить если здесь сделал совсем другой том уже то есть будет только проверяем только винты вот это прямо сильно заполнил посмотри на барабан сверху вниз что ты можешь сказать это хорошо внимательно посмотри какой косячок есть правило существенный внимательно смотри промежуток вот здесь между ободом пластиком такой а здесь практически нет это уже этот инструмент но ему уже много лет его повело то есть обод у нас уже деформированный хорошо уже не настроен идеально понимаешь да нет ни тем не менее нет ни тем не менее настройку но тем не менее инструмента грузится так сказать классу хорошо как были 1 или даже премиум класс значит почему потому что у него 10 винтов то есть колеса винтов определяет сразу ну как вот категорию малого барабана если какой-то средний класс у них 8 винтов здесь для настройки 10 больше не бывает барабане будем прожить ну а не будем как ехали там такой действительно ты марш это соло это прямо соло это громко потом будет нас потише и мы не отделяем 3 мало от последней ну там же не будет разов 3-4 будет вот так сразу без тремоло до конца эта нота более сначала и дальше ну давай еще раз Какими руками играешь? Прямо отсюда. Нет, 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 нет. Какой ты допустил сейчас в этом таке? Ты сделал восьмую паузу между этими нотами? Да. С акцентами. Отсюда прямо. Три-четыре. Форте, форте. Форте, форте. Давай еще раз. От отсюда один так возьмем. Три-четыре. Три-вум-тун. Одиночный нож. Просто? Одиночный тройной форшлаг одиночный. С левой руки, с левой руки направо. Да. У нас всегда, всегда одиночный форшлаг, конечно, звучит лучше, да? Если есть возможность, если темп произведения достаточно для того, чтобы ты успевал сгруппироваться и не играть двойками, играй всегда одиночными. Давай попробуем. Просто поиграем в тройную форшлаг. Просто зацепляем. Да, да, да. С правой? Угу. С правой? Угу. С правой? Угу. Вот как бы вот кремем форшлаги, да? В его освоении, вот одиночными ударами. Потому что, по идее, у нас, должны получиться просто… Это две двойки между, да, да? Две двойки на две руки. другая двойка получается вот как бы как одно движение просто мы идем к последней ноте да двойной с двойкой получается что у нас все равно по громкости как бы отступает двоечный форшлаг получается правая рука немножко выше с тем чтобы у нас последний дождь основной в случае за более сильный хорошо возьми немножко выше даже взрослые барабанчики пропускаются конституции кромк только на одном уровне вот это лучше ну я имею ввиду что они сейчас у тебя не одинаково вот форшлаги да но сейчас было очень даже очень даже хорошо по балансу именно то есть три ноты одинаковых четвертая нота более сильно хотя бы один один из четырех получается прямо очень хорошо смотри как можно еще позаниматься играешь по одному такту одиночный форшлаг следующий так четыре четверти двойной попробуй просто да ну неважно ну сначала я не могу понять какими руками ты играешь двойной ну на самом деле это не очень хороший вариант если мы играем двойной форшлаг то сначала у нас правая рука одиночный потом двойка в левой руке на правую руку приходишь да 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 во время двойки в левой руки у тебя есть достаточное количество времени чтобы закончиться играть основным нотом а это то что ты сейчас сделал это хорошо но это все таки более технические упражнения на которые в струкрибе не пререзис ты немножко позанимайся и ты пойми что форшлаг с двойкой он как бы более быстрый поэтому выбор форшлага играть с двойкой или одиночным зависит именно от темпа произведения от количества времени сколько есть времени чтобы этот форшлаг сыграть если времени очень мало конечно мы будем играть дальше продолжим 4 привычка на скорости неправильно нет надо играть право на руке однозначно ну да правую руку по небесной конечно сыграет вот смотри тогда здесь мы можем сыграть технически это возможно то есть ну если сейчас у тебя на данном этапе опасение что ты не успеешь сыграть давай сыграем здесь две левые руки да как вариант правой руки правая 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 на две правые руки с тем чтобы это тоже было время как приготовить но опять же смотри опять вспоминаем про одиночные и про двойную вот смотри как раз тот случай вот как раз тот случай все можно зачеркнуть правую руку написать левую да смотри вот у нас играем с правой руки двойной форшлаг то что чем все занимался все логично то есть руки себя подряд получается вот правая левая правая вот эту двойку да на левую руку то есть самого начала тогда не меняй то есть не меняй применяй все время форшлаг с двойка на левую просто немножко быстрее да 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 ну вот вот для данного кусочка для данного произведения мы с тобой вычлили наиболее благоприятное исполнение как будто это этих форшлагов мы с тем чтобы мы успевали по темпу его сделать потому что он должен быть точно таким же как когда у тебя есть четверть запасе как бы ну целая почти что до времени когда я не только дайте только одна восьмя надо постараться как это сделать что же делать композитор написал мы выполняем его давай доиграем просто здесь все одно да потому одну да потому давай сыграем переход например отсюда и до конца то играем раз-два-три-четыре на четыре на четыре а не на три еще раз вот а но это у нас не кода не повторить у кода кода у нас другом месте да Заканчиваю здесь Переходим на начало Ну да, просто повторяем Ну здесь тоже может быть небольшое расширение Пожелание дирижера Давай закончим к разозрению Пару тактов Три, четыре Там, жан, жан Два тераметра Покороче Вспомни, как ты сейчас играл Все то же самое нужно принять Та, жан, жан Да, да, покороче Давай покороче Еще короче Расширить промежуток между основной нотой и началом триоли Вот, вот Это делается в голове Это делается в голове Это голова тебе не дает То есть это типичная ошибка вообще Люди видят, студенты видят много-много нот Перед основной нотой, да Так, я не успею сыграть Я начну это дешню заранее И это плохо Потому что он все равно успевает То есть это голова она мне дает Не техника, а голова Давай еще круче Раз, два, три, четыре Вот практически ты думаешь сейчас Натун, надо думать об одной ноте В смысле, о двух вот этих последних сыграл Только к ним прийти, все И ты успеешь Раз, два, три, четыре Да, да, в последний момент он успеется Тем более, возможно, расширение еще небольшое Сделаем перерыв, я думаю Я подставлю сейчас эту смазу Добрый момент пока отодвинем Ну, судя по написи лично Не видно, кто это написал Но это что-то или балканское, мне кажется Так Давай я, например, такие балки возьму Давай, вставай, удобно Значит Чем оно интересно Сейчас Здесь все время будет меняться Так как бы Будет все время ломаться ритм Типа митрическое Да Постоянно Постоянно будем переходить Да, будем разбирать Раз, два, три Понял? Вот это у нас уже вот это Предыдущий материал Поехали еще раз Раз, два, три Сначала 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 Три Два Три Отсюда удобно? Вот тут Мы же вот Остановились тут, да? Да Давай мы Сограем Отсюда Получается Так Смотри Получается Что Уже Со Второго Такта Уже Со Второго Такта Ты Можешь Начинать Думать На Четыре Давай еще раз Сначала Два Три Смотри Да 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 Совершенно верно Давай отсюда Вот давай Один Сограй Два Три Молодец Совершенно верно Давай прямо Судово Вместе Раз Два Три Я Я Тебе Правильно Дальше Все остается Смотри Все остается Как бы уже на четыре Отсюда И вот с этого такта Я к тебе присоединяюсь В этом такте У нас ничего не изменяется Смотри Вот Вот этот так Трехчетвертной По три Шестнадцатых Это будет равно Уже Четверти Моей Моей четверти Да Как бы Ну то же самое У меня уже Четыре четверти А у тебя как бы Три Вернемся назад Немножко Нет Все Раз Раз Два Три Три ничего не меняется ничего не меняется написано тогда специально специально до чтобы отсюда даже не знаю когда до трех пока что раз ты не сыграл сегодня так такой же продолжаешь продолжаешь четверть равна 8 с точкой че это да это все для облегчения понимания как бы темп один тоже получается и 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 мы перешли уже с тобой на 4 4 все уже тоже перешли уши спокойно играем и и нас ничего не меняется все на 4 еще пока вот здесь будет происходить ломка переход ломка ритма это переход на возвращение на три четверти как триоли написаны вот эти триоли они как раз соответствуют уже четвертям в следующем такте ровным четвертям в размере 3 давай отсюда здесь все ровно 1 2 3 4 смотри что тебе нужно теперь сделать вот в этом такте ты можешь он быстро так сказать сообразить типа поменять вот эту позицию триольную на движение 16 16 то есть можешь здесь начать думать уже на 3 уже в этом такте вот если ты в этом такте уже перейдешь на свои 33 у тебя было понятно как будто бы ты представляешь это уже будьте шестнадцать четвертая все тогда тебе будет все очень просто понял да сразу перейдешь тогда ты уже не будешь но тебе тебе дается даже два одинаковых такта чтобы это сделать то есть за два такта точно можно прийти пусть то вот это уже этот рюль ты можешь даже уже на нее не обращать внимание потому что это можешь воспринимать как начало далее всех трех поняла давай перейдем маленечко сначала например раз два три четыре еще раз опоздал ты не успел привыкнуть вот как отсюда раз на три четыре нет все соответствует эти ноты соответствует твоим акцентом предыдущих двух тактах все переходи конечно раз два три четыре давай сыграй мне один пожалуйста два вот этих как-то я тебе я тебе советую делать по-другому смотри если ты сейчас остаешься в размере 4 4 7 вот во все и вот вот в этом совершенно верно и вот эти верхние ноты все если ты уже можно в первом такте перейти понял да на три все нам надо взять немножко ради чтобы переход состоялся раз два три четыре отсюда 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 ну давай два ну да я автор нам опять сделал подарочек от сам конец произвели здесь опять 4 четверти причем внезапно у меня эти четыре четверти появляется в ладошке чуть раньше на один так то тебя следующем так тогда переход ничего это место мы сыграли правильно но мы сейчас все это дело закрыты и еще раз да сначала сначала раз-два-три-четыре секунду давай возьмем два тайка последний не совсем понял там 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 пампа раз вам папа тогда дам раз очень хорошая штука особенно когда у насчет третий исполнитель появится сначала он андрей там уже готова да 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 давай сделаем по-другому все сделаем по-другому еще будет гораздо да да вот здесь тебе надо опять сложно сложно возможно переходить на вот здесь железу близко 4 перехода туда-обратно до течения что нужно сначала в одно измерение оказаться потом вернуться это милораза раз два така 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 так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Раз, два, три Добавил DimaTorzok 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 Гудлана. Не играл никогда.